Всем привет! А вы уже посмотрели третий сезон Эмили в Париже? Я, да, мне очень понравился. Такой легкий, живой, душевный. Сегодня предлагаю разобрать одну сцену из этого сериала. Что скажете? Будем смотреть, слушать и сразу разбирать. С вами Вероника и Puzzle English. Чтобы это видео было максимально полезно для вас, старайтесь повторять за актерами предложения, которые мы разбираем прямо вслух, то есть как будто играете их роли. Поехали! Это интересное выражение. Оно означает, что ты думаешь, какое твое отношение к этой ситуации. Давайте рассмотрим еще один пример, чтобы закрепить. Я бы хотела знать ее отношение ко всей этой ситуации, но она не хочет об этом говорить. Возвращаемся к отрывку. Эмили отвечает Это выяснять что-то, пытаться в чем-то разобраться. Мы еще встретим это выражение. Мы никогда не узнаем, что там произошло. Но в данном случае она боится, что ее начальница узнает о том, что она хочет работать на Сильве. И здесь он повторяет это выражение и конкретизирует. Что ты думаешь о нас? Я думал, что мы придумаем план. И здесь тоже figure out, но уже plan. Потому что трактуем, как придумаем, разберемся и придем к чему-то. И Эмили говорит Очень популярная конструкция То есть иметь возможность что-то сделать. И часто именно в плане времени. То есть на русском мы скажем Что-то времени не было сделать или не было времени посмотреть в календарь. Буквально, то есть не образно, а вот прям буквально. И обратите внимание, что это американское произношение этого слова. И оно довольно часто используется в разговорной речи. Мне действительно нужно там быть. Я буквально не знаю, что делать. Это сокращение от prepare, то есть подготовиться. И причем оно настолько распространенное, что даже есть форма в континуусе. И также вторая и третья форма, как и у всех остальных глаголов. То есть prep, prepped, prepped. Например Она сказала, что готовится к экзамену. Ты полностью готов к завтрашней презентации? Throw a party Очень распространенное выражение, которое означает организовать вечеринку. Let's throw a party tonight. Давай устроим сегодня вечеринку. Мы организовываем вечеринку в пятницу. Хочешь прийти? Но в нашем случае это Going away party То есть прощальная вечеринка. Set aside some tables То есть забронировать, сохранить эти столики. В общем, set something aside Это откладывать или сберегать что-то. То есть, например Сколько денег ты отложил себе на отпуск? Try to set aside some time for these exercises Попробуй найти время для этих упражнений. This place is set aside for some tourists Это место забронировано для туристов. See somebody off Это провожать кого-то, когда кто-то уезжает. Например I wanna see you off Я хочу тебя проводить They've just gone to the airport to see their parents off Они только что уехали в аэропорт провожать родителей Well, everyone wants to see you off You've made quite the impression on this city Even if you still can't stand it here I know, that's not true Make an impression Если мы хотим добавить на кого Тогда to make an impression on someone Например Он произвел на меня хорошее впечатление Они не произвели на меня никакого впечатления Здесь Эмили добавляет Quite the impression Что означает довольно-таки сильное впечатление А еще она говорит Even if you can't stand it here Can't stand something Это не можешь выносить что-то Не можешь терпеть что-то Например I can't stand him anymore Я его больше не выношу I can't stand it here Мне здесь не очень нравится То есть это ты начинаешь больше что-то любить То есть ты как бы больше проникаешься чем-то В данном случае он говорит о Париже Другой пример, чтобы закрепить I don't know why But this place began to grow on me Я не знаю почему, но я начинаю любить это место Ну что, как вам сегодняшний разбор? Делать их еще? Пишите сериалы, фильмы в комментариях Которые ты хотел бы разобрать И спасибо, что сегодня были с нами See you soon! Субтитры сделал DimaTorzok